Новосибирск Треть сельхозпроизводителей Новосибирской области приступила к уборке в 24 районах. Темпы с прошлогодними не сравнить. К концу прошлой недели аграрии убрали 6 тысяч гектаров, а в конце прошлого лета 370 тысяч. Год выдался тяжелым во всех отношениях. Сначала весенние дожди мешали посевной, теперь за капризов погоды трудно проходит уборочная. Аграрий использует любую удобную минуту, чтобы вывести технику на поле и при этом не утопить ее в грязи. Мы сегодня говорим, что как идет уборка, я думаю, надо говорить уже как провал в уборке этого года. Не потому, что мы не готовы, а потому, что сегодняшний дает погодные условия. В прошлом году на эту дату было намолочено 52 тысячи, ну, центера с копейками, конкретно 52 687. На сегодняшнюю дату 52 тысячи с копейками. На сегодняшнюю дату всего 7 тысяч. Разрыв, понимаете, в какие разы. То есть в прошлом году на эту дату у меня было уборно 57 процентов. Сегодня 9 процентов. Успеть завершить уборочную нужно до 10 октября. Из-за нехватки времени крестьяне вынуждены идти на риск применять так называемый раздельный метод уборки. Скашивают еще недозревшие колосьи пшеницы и оставляют в волках прямо на полях дозревать и сушиться. Но если, например, хлеб дозрел, то кукурузные початки не успели. Между тем, убрать их нужно до первых заморозков. В противном случае урожай вовсе погибнет. Региональные власти еще весной понимали сложность этого сезона. На поддержку аграриев выделили дополнительные 500 миллионов рублей. В настоящее время дорабатывается нормативная база для того, чтобы допести уже на следующей неделе нашим сельхозтоваропроизводителям средства резервного фонда правительства Российской Федерации. Всего будет доведено 211,5 миллионов рублей. А с начала текущего года до сельхозтоваропроизводителей и средств областного и федерального бюджета доведено 2,556 миллионов рублей средств государственной поддержки по всем направлениям. Снова подорожал крепкий алкоголь. Водка, джин и абсент подросли в цене сразу на 6-8%. Коснулось это, хоть и в меньшей степени, также коньяка и рома. Плюс 5%. Кстати, с ростом акцизов на спиртное это не связано. Показатель с начала года не менялся, а ближайшее повышение состоится только в 2020 году. Вероятно, все дело в девальвации рубля, ведь большинство напитков импортные. Если говорить конкретнее, водка в среднем стоит 207 рублей, джин – почти 600, абсент – 320. Жителям небольших российских городов стало проще получить загранпаспорт нового образца. Существующий закон вступил в силу 1 сентября. Теперь россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов административных центров, в которых проживает более 50 тысяч человек. До сих пор документ выдавали только там, где население превышало 100 тысяч жителей. Напомню, загранпаспорта нового поколения, оснащенные электронным чипом, действуют в России с 2005 года. Кабинет министров завершает работу по корректировке бюджета Пенсионного фонда и федерального бюджета в связи с предложениями президента России Владимира Путина по пенсионной реформе. Об этом заявил Максим Топилин, министр труда и социальной защиты. Цитирую. Сейчас эта работа завершается, мы как раз приблизительно в эти же сроки, до 1 октября. Как вы знаете, и федеральный бюджет, и бюджет Пенсионного фонда России вносим в Государственную думу. То есть этот процесс будет тоже синхронизирован. И напоследок в Азии появится еще одна англоязычная страна. Уже в следующем году Тайвань сделает английский язык официальным. В первую очередь станут двуязычными школы. По мнению тайваньских властей, это поможет молодежи искать хорошую работу. Пока 83% жителей острова говорят на китайском, на тайваньском 82%. Кстати, языки эти тоже там признаны официальными. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ.